Утро на Болткоме Сегодня состоится на Фейсбуке открытая лекция, которая называется «Теория кризиса», и Янис будет рассказывать, как в кризисных ситуациях сохранять выдержку самообладания, воспринимать и ретранслировать негативную информацию. Но хочется использовать служебное положение в корыстных целях и сейчас попросить поделиться какими-то основными тезисами. Так, как сохранять в кризис спокойствие, как воспринимать эту негативную информацию, которой, к сожалению, последние месяцы вокруг нас множится количеством? — Значит, перед тем, как думать, что делать с кризисом, надо понять, что кризис на самом деле означает. И иногда, если совсем не понять, что это такая кризис на самом деле, потому что все как-то по-разному относятся к этому процессу. Кризис вообще-то бывает очень разный. Бывают лишние кризисы, экономические кризисы, кризис в медицине. Это вообще-то называется тот нижний пункт, после которого может пойти пациент на улучшение или на совсем на улучшение, даже с летальным исходом. Поэтому кризис очень разное такое понятие. Но есть какое-то общее понятие. И если мы посмотрим это слово «кризис» от языка, что это означает на самом деле? Это означает, что это одна из толкований — это возможность и принятие решения. То есть я бы хотел, чтобы люди, все-таки я тоже сам для себя считаю, что важно посмотреть, что мы можем сделать с той ситуацией, что имеем. Во всяком случае, во время кризиса не работают те механизмы, как мы действовали до этого, это считается экономикой, это считается всех областей жизни. И получается, что надо что-то как-то переключиться. Но есть какие-то очень и практические моменты, например, я сам по себе это знаю, то есть в медицине. То есть, что, например, мы должны консультировать, работать на удаленке, то есть как это делать. То есть нам может доставить работать дополнительно в всяких разных поводных отделениях. Это все как бы кажется, что это ограничение. Тем не менее, если даже мы посмотрим на этих консультаций, которые удалены, на самом деле, такие консультации в других странах, то есть в Западном мире, они существуют уже давно. То есть не как единственный способ консультации, но как дополнительный, однозначно. И я думаю, что это и есть, например, вот эта возможность подумать, как это развивать такой подход в Латвии, посмотреть просто с таким подходом. И так, на самом деле, с многими моментами, с которыми мы сталкиваемся, то есть можно посмотреть, как это действительно, это можно рассматривать как возможность развивать то, что мы как бы считали ненужным или то, что мы считали, что можем откладывать на какие-то, на далекое будущее, например. Поэтому я бы признал всех посмотреть с этой стороны, потому что, действительно, иначе можно смотреть на кризис просто так, как просто на угрозу. С одной стороны, так оно и есть, но с другой стороны, опять-таки, это неизбежно. Будет кризис, то есть если человек думал, что жизнь будет без кризиса, то есть, скорее всего, это нереально. Поэтому, конечно, тут важен вопрос еще о масштабе, но, то есть, в этой ситуации, конечно, если мы рассмотрим этот кризис с ковидом, то масштабы довольно-таки серьезные, но, тем не менее, да. То есть, я сам лично, то есть, как мне получилось во время этого кризиса, на самом деле, тоже начал работать немножко в другой сфере. Конечно, это связано с медициной, то есть, недавно работой как руководитель в нейрологическом направлении в СЛИБС-Центро-Аквин, либо это тоже такой довольно-таки, может быть, рискованный шаг, но, тем не менее, я понимаю, что, опять, какие качества нам надо развивать во время кризиса, да, то есть, это коммуникации, да, то есть, общение, как и с пациентами, то есть, дополнительно, то есть, и как и с коллегами, да. Да, и то есть, я на самом деле пошел, то есть, на такую должность, где это именно применяется. Скажите, пожалуйста, господин Мэднякс, в принципе, как текущая ситуация, ну, естественно, мы подразумеваем ковид, ограничения с ним связаны, отразились на здоровье, какие заболеваний стало больше у жителей Латвии? То есть, однозначно могу сказать, что есть, то есть, ухудшилось состояние тех пациентов, которые уже имеют какое-то хроническое заболевание, то есть, неважно, это эпилепсия или какая-то другая, например, нейрологическое заболевание, да, если кем-то просто есть ухудшение, потому что эмоциональное состояние все-таки оно отражается, да, то есть, и, конечно, есть тот момент, что состояние ухудшается просто потому, что психологически это как бы трудно, и другой момент, что многие, на самом деле, уже, мы же говорим, что они переболели ковид, да, и то есть, тот момент, что там действительно, там же уже прошли какие-то процессы, опять, которые ухудшили, то есть, состояние пациентов, то есть, хронические усталости, то есть, после ковида, это уже реальность, когда это у нас в первой волне, мы таких не видим, потому что, на самом деле, все пошло очень благополучно, у нас количество пациентов не было настолько велико, чтобы, действительно, это было бы как-то очень распространено, но уже во время второй волны, однозначно, я вижу, у меня есть много этих пациентов в амбулаторных приемах, где они действительно говорят, что после ковида усложняется, то есть, и начинаются новые проблемы, такой долгосрочный. И, говоря о долгосрочности, как вы могли бы оценить, в какой перспективе отразится, вот эти последствия отразятся на работоспособности латвийцев, потому что хроническая усталость, ну, она просто не позволяет кому-то даже оторваться от постели, не говоря уже о том, чтобы искать работу в случае ее потери. То есть, ну, по спирали вниз человек будет уходить. Да, то есть, я думаю, что это несколько, ну, даже не несколько, несколько лет это тот самый, минимум, но это пять лет, ну, я думаю, что это будет отражаться в штуком по времени. И я считаю, что очень важно запустить реабилитационные программы, такие уже существуют для пациентов после ковида, да, потому что один еще тот момент, что не надо думать, что проблема, она сама по себе там будет как-то решаться, надо более как бы активно к этому вопросу подойти на самом деле. То есть, они думают, что если человек там переболел пневмонией после ковида, да, и есть какой-то синдром хронической усталости, да, что он, да, он будет уменьшаться, скорее всего, у большинства людей, да, ну, а если мы хотим как-то более активно на это повлиять, да, то есть, конечно, надо участвовать, то есть, и применять такие программы, то есть, для реабилитации, то есть, после ковида. Потому что, действительно, те случаи, когда женщина, у меня на консультации говорили, что ей 40 лет, она до ковида ничем особо не болела, но ей сейчас одышка при мите посудов, но это, конечно, вызывает три года. Да, господин Владимир, еще такой вопрос, ведь мы видим то, что пандемия ограничила число человеческих контактов. И человек все-таки социальное существо, и он получает большую эмоциональную подпитку от семейных встреч, встреч с друзьями, каких-то посиделок, где можно, ну, даже просто проговорив свои психологические проблемы с другом, условно говоря, за рюмочкой чая, человек, ну, как бы избавляется от, это, ну, примерно то же, что поход к психиатру, ну, к психотерапевту. А вот, лишившись всего этого, это ведь копится в людях, это является ли тоже проблемой, которая может выплеснуться в чем-то? Да, и это может, как бы, и учитывая то, что пока еще люди, как бы, ну, они готовят держать себе, ну, и если это возможно, конечно, не у всех это получается, ну, конечно, даже можно ожидать какой-то прорив таких проблем. Примерно даже после того, как значительно улучшится, то есть, в целом состояние в стране, то есть, и в мире. Потому что тогда мы, то есть, тоже увидим какие-то моменты, которые пока еще люди держат себе, то есть, потому что надо сконцентрировать, надо как-то ветерпить это состояние. И, конечно, уже, то есть, я вижу, что в плане, например, консультации, приема пациентов, то есть, действительно, часть пациентов, то есть, они требуются, они требуются просто, они нуждаются в психологическую поддержку. И даже это самый принципальный момент, для чего они приходили к врачу. Потому что они не могут, иным путем это получили. В этом плане, как вы оцениваете решение правительства выделить деньги на вот эту вот помощь психотерапевтов? Достаточно ли тех 6 миллионов? Недостаточно? Да, я думаю, что, то есть, любая психологическая поддержка, которую государство предлагает, это очень хорошо, это очень положительно, да, потому что, если действительно мы хотим иметь хороший результат, то есть, хорошее состояние психической здоровья в долгом сроке, да, то есть, я очень позитивно к этому отношусь. Да, но помимо этих, помимо этих... В таких, насчет такой реабилитации, я знаю, что это есть инициатива, то есть, больше частных медицинских учреждений, таких я видел, а насчет таких государственных программ я не слышал пока. Ну, то есть, спасаться придется за счет своего кармана и за счет собственной инициативы? Пока, да, но мы не знаем, то есть, эти такие программы могут развиваться, то есть, ну, мы же видим, что каждый день что-то новое появляется, то есть, что не исключено, что оно будет, а не будет, потому что, тем больше, тем больше, как бы, улучшится ситуация, то есть, заболевание, тем больше будет возможности времени, то есть, выделить на... с борьбой, то есть, с осложнением, на самом деле, потому что, когда все активно болеют, то есть, и есть нехватка коек и врачей, то есть, в больницах, мы же думаем, это, а как бы, самая приоритетная, то есть, задача, это решить. И потом мы можем, на самом деле, уже ожидать, что будет, скорее, я надеюсь, какие-то меры по борьбе, то есть, хроническим осложнениям. Ну, вот мы видим рост какой-то агрессивности в обществе, и уже там звучат, мы сегодня обсуждали инициативы, например, усилить наказание за оскорбление полицейских, потому что люди, ну, реагируют очень болезненно на замечания, ну, охранников с требованием носить маски, соблюдать вот эти противоэпидемиологические меры. И вот, насколько вот это увеличение агрессии, вот что делать обычному человеку, то есть, насколько это, вступать ли в какие-то конфликты, стараться избегать их, вот, что делать, чтобы не стать жертвой агрессивности со стороны других людей? То есть, я думаю, что, на самом деле, конечно, в такой очень тревожной ситуации, с одной стороны, надо избегать каких-то очень прямых контактов, то есть, ну, то есть, ну, то есть, конфликтов, извините, ну, на самом деле, с другой стороны, надо как-то своим примером, то есть, и в социальных сетях показать, что, ну, это принципиально важно, все-таки соблюдать эти меры и безопасность, то есть, потому что, ну, а другого выхода я-то не особо вижу, и, то есть, я в мире тоже не видел, как, как и иные способы как-то решать, то есть, то есть, ну, с другой стороны, можем сказать, что, да, действительно, я думаю, что значительная часть, то есть, общество все-таки не готова, то есть, как-то себя ограничивать в благе, всеобщей благе, это мы, конечно, видим, то есть, то есть, если можем говорить о зрелости, то есть, человека, да, то есть, соответственно, мы можем говорить тоже о зрелости в каком-то плане общества, да, и иногда, просто я, я тоже наблюдаю, что люди себя ведут как подростки, да, то есть, конечно, такое нежное, да, но, то есть, как-то открытие конфликтов, я думаю, что надо избежать, то есть, избегать, но, тем не менее, надо своим примером, то есть, показать, что, да, есть многие люди, которым они, то есть, не все равно, то есть, они точно готовы как-то себя ограничивать для общей благи. Господин Медникс, огромное спасибо за рекомендации, напомню, с нами на связи был невролог, врач года 2019, я не с Медникс, и и ,